Как привести специалистов из стран ближнего зарубежья, не нарушив законодательство, и какие документы необходимы для их трудоустройства? На эти и другие вопросы магаданских предпринимателей в рамках встречи, организованной Центром Мой Бизнес, ответил представитель Управления по вопросам миграционной политики МВД России по Магаданской области Андрей Колесников. Он разъяснил, что существует три категории иностранных граждан, пребывающих на территорию Российской Федерации. Первая категория – это иностранные граждане ЕС, то есть киргизы, казаки, белорусы и армения. Данные иностранные граждане пребывают на территории Российской Федерации. Сейчас говорим о цели въезда работы, я так понимаю, да? Приезжают с рабочей цели въезда, заключают отношения к порядке 97-й статьи про договор ЕС, и пребывают здесь на территории Российской Федерации на срок действия этого договора. Все, эта категория у нас ушла. Вторая категория – иностранные граждане, которые въезжают на территорию Российской Федерации с рабочей целью въезда, без визы в порядке. То есть та категория, которая приезжает сюда, им не нужно получения визы, приглашения и все остальное. Это вот. А это таджики? Таджики, узбеки, Украина та же, то есть большая часть, которые приезжают. Данная категория приезжает, в течение 90 суток они должны реализовать свое законное нахождение в виде получения патента на осуществление трудовой деятельности. Дальше, соответственно, на срок оплаты этого патента будет в порядке 271 налогового кодекса. Все, эта категория тоже ушла. И третья категория – это те страны, с которыми у нас визовое сообщение. То есть, допустим, Китай. Для того, чтобы въехать на территорию Российской Федерации, они должны получить визу. Чтобы получить визу, у них должна быть приглашающая страна, которая сначала подаст нам ходатайство о приглашении иностранных граждан на территорию Российской Федерации, потом подаст гарантийное письмо о том, что он обеспечивает его материальный, медицинский, жилищный и всем остальным. После этого мы выдадим ему визу. Он сюда приезжает, оформляет разрешение на работу и следит новую деятельность. И срок пребывания у него, в основном, сроком действия визы. Визу возможно продлить, потому что она есть однократная, многократная. Куча разных людей. То есть, в принципе, вся разница во всех иностранных граждан, за исключением ЕС, это в порядке охранения документов. То есть визовика нужно расширение на работу, безвизовый режим – это патент расширение на работу. При этом Андрей Колесников отметил, что легче всего бизнесменам работать с теми, кто въезжает на территорию России в безвизовом порядке. Но, как показывает практика, в этих странах меньше высококвалифицированных кадров. Ответил гости на вопрос о том, как реагирует полиция на ситуацию, когда иностранный гражданин, помимо основного вида деятельности, подрабатывает, например, в такси. По его словам, сейчас в патенте не указывается профессия приезжего, а значит, он может работать в любой сфере, кроме пассажирских перевозок. Соответствующий запрет вступил в силу в начале этого года согласно указу губернатора Колымы. Но проблема в том, что осуществление трудовой деятельности по перевозке пассажиров в такси – это не совсем ведение МВД. Потому что это Минтранс должны следить, налоговые органы. То есть мы в качестве содействия можем организовать совместный рейд сотрудники ГИБДД. И ГИБДД, помимо того, могут привлечь к административной ответственности за то, что иностранный гражданин, который осуществляет пассажирские перевозки, он обязан иметь родительское удостоверение российского образца. Но, опять же, некоторые категории иностранных граждан. И в случае, если он не имеет родительского удостоверения российского образца, сотрудники ГИБДД по 12 главе могут привлечь его к административной ответственности. Но сам факт осуществления трудовой деятельности в такси не входит в наше ведение. То есть мы за этим не надзираем. Мы можем в случае выявления передать в уполномоченные организации сведения для выявления решения в соответствии с законодательством. Поэтому, по большому счету, после работы, если он вышел в такси, это, естественно, неправильно. Это, естественно, так и быть не должно. Но не только сотрудники МВД должны участвовать в этом. Это должны быть комплексные мероприятия, в рамках которых, соответственно, должны быть трудны все решения в соответствии с законодательством. Узнали участники встречи о сроках получения документов, дающих мигрантам право работать на территории России, правилах заключения и расторжения трудовых договоров, а также ответственности за несоблюдение законодательства. Тема, естественно, актуальна. Помощь работодателям мы оказываем в любом случае, потому что нам легче предупредить правонарушение, нежели потом его. За него привлекают к административной ответственности. Штрафы очень большие за неподачу уведомлений о заключении трудовых отношений, о расторжении трудовых отношений, за теневую занятость от 400 до 800 тысяч рублей за каждого иностранного гражданина. Поэтому подобные мероприятия, естественно, имеют очень значимый смысл в целях недопущения правонарушения и соблюдения норм миграционного законодательства. Организаторы мероприятия, в свою очередь, обратили внимание на то, что если у предпринимателей возникнет необходимость пообщаться с представителями других ведомств, Центр «Мой бизнес» готов предоставить такой возможность и помочь в проведении подобных лекций и семинаров.